Хай-хоу, мои друзья, я Дима Баш, это блог Speak2Bаш И сегодня у меня небольшое, но очень интересное интервью от легенды хаос-сцены Это Сергей Санчес И прежде чем мы начнем, ты подпишись на канал, поставь лайк, напиши комментарий Ну ты сам знаешь, что делать Ну что, готов? Погнали! Я Дима Баш, это блог Speak2Bаш Всем привет, я здесь действительно нахожусь, прямо здесь-здесь, да, это я Слушай, вот ты сейчас только что отыграл сет, какие твои чувства, самые первые? Я удовлетворен, это самое главное, опять же, Жакея Понравился мне публика? Понравился, я сам себе самое главное понравился Это для меня гораздо важнее, чем публика Я был хорошим Ну то есть, когда, ты знаешь, иногда публика хорошая, зал хороший, звук хороший, а сам с собой недоволен Ты уходишь с чувством недосказанности или легкого голода из-за диджейского стола А сегодня я был с собой доволен, поэтому все остальное уже не имеет значения Скажи, в твоей жизни была твоя самая лучшая вечеринка? Ну, конечно, нет Моя самая лучшая вечеринка, наверное, это... Я даже не знаю, что это такое Это мои, может быть... Короче, это там, где меня не будет, точно Почему ты так думаешь? Ну, потому что это что-то сакральное Моя самая лучшая вечеринка Мои ощущения от этого, это что-то того Это что-то такое, от чего я не завешу То есть, я думаю, что нет, не было И вообще Моя самая лучшая вечеринка, нет Вообще, как бы, нет категории И нет таких мер весов, которые можно Что-то взвешивать в 90-х годах Нулевых, или сейчас, в 20-х Это все настолько разное Это все настолько имеет... Когда мы писали справа налево, сейчас мы пишем слева направо Потом мы пишем столбик И потом мы вообще начинаем все это как-то по-другому анализировать, читать Поэтому Самая лучшая вечеринка СЛВ Это не... Тот вопрос, на который я могу ответить, простите Окей Ты много где выступал, скажи, пожалуйста А публика отличается в странах? Где? Ну, ты много где выступал И публика на танцполе Вот в России одна В Великобритании, другая В Германии третья Какая самая лучшая публика? Не знаю, просто это все зависит от артиста Понимаешь? От его репертуара Просто публика это... Как тесто Ты можешь из него спичь любой пирог совершенно Ты можешь сделать вишневый пай Ты можешь сделать шарлотку с яблочками Ты до сих пор считаешь, что лучший город Барселона? Лучший город... Вообще Барселона... Вообще? Вообще? Да, если не Москва, то Барселона Ты в одном из своих интервью говорил Лучший город это там, где находится моя Индия Но Барселоне находится моя семья И мои друзья Поэтому... Мои... Я разделен на две части Поскольку у меня двойное гражданство Я... Я... Испанец Наполовину испанец Поэтому... Мне трудно сказать Ответиться однозначно на этот вопрос Литя И... Ну, конечно, я русский человек Но... Ворум для жизни Да, однозначно Барселона Лучше, чем Москва Ты раньше играл в драм-н-бэйс И сейчас... Я играю в драм-н-бэйс То есть, да, у тебя на Санклэуде Сейчас у тебя последний пост От Космос Мьюзик Тоже драм-бэйс-микс Как часто ты выступаешь вообще с сетами драм-бэйс Ну, каждый месяц я играю на кейсеты Да Сейчас меня пригласили на фестиваль Сигнал Как раз тоже с Ликвид Фанксетом Коменд-бэйс-7 Но, к сожалению Эти чудовищные логистики Я не могу попасть на этот фестиваль В то время, когда я должен там играть Поэтому... Краснодарцы Я буду с вами У тебя большой опыт Как музыкант Как диджея Как артиста А ты помогаешь молодым? Нет Меня вообще не волнуют молодых То есть, к тебе никто не может обратиться за помощью? Могут обратиться Но просто они меня вообще не волнуют И неинтересно Пока что я еще сам молодой Поэтому я не достиг того состояния, когда, типа Мне кажется, вам пора уже чем-то поделиться Немножко своим опытом с молодежью Но я пока что не чувствую этого Настолько искренне, насколько это должно быть Для того, чтобы написать книгу Рассказать лекцию То есть, да, я что-то рассказываю Там какие-то провожу лекции Рассказываю Условно о секретах мастерства Своих там О своем долголетии И прочем-прочем Но это все носит чисто коммерческий параметр Ничего Ничего личного Окей А у тебя есть наставник? Кто? Наставник Ну, на кого ты ориентируешься? Никогда не было такого Не было у тебя таких людей? Никогда такого не было Я вообще не ненавижу наставник Я не приемлю кого-то над собой Вообще Я сам себе наставник Мой самый любимый диджей Это я Я только себя готов слушать и все Я свой самый любимый диджей У меня нет никого, кто будет играть лучше, чем я Для меня самого И в этом нет никакой претензии Просто я это делаю Максимально интимно, интересным для самого себя Как себя чувствует человек года 2004 года? Что? Срешали? Я тебе вспомнил Когда ты стал человеком года в 2004 году? Можешь какую-нибудь историю забавную рассказать с этим? Короче Была история, да В общем, это был журнал GQ Да, GQ Они мне говорят За неделю до мероприятия, которое проходило в Доме Музыки Все было солидно, на Павелецкой Они говорят Сергей Похоже на то, что вы будете человеком года по версии журнала GQ В позиции диджей Я говорю Точно? Я не диджей лист? Они такие Точно-точно вы Я говорю Не диджей Спайдер? Проверьте, пожалуйста Точно-точно вы Мы проверили Я говорю Что от меня требуется? Значит, от вас требуется 23 сентября 2004 года Прийти в Дом Музыки Надеть какой-то красивый костюм Там что-то еще Выйти на сцену И господин Цискаридзе вручит вам приз Я говорю Хорошо И у меня была лютая вечеринка накануне Потому что накануне у меня года рождения 22 сентября И я приехал просто Мне кажется, я даже не спал Я приехал просто в абсолютно каком-то убитом состоянии туда Я сидел А нет, я сначала стоял Просто в этом Там все очень фуршетно Все такое Мимо проходят официанты с шампанским Я вот так вот сразу брал Знаешь, как грибы? За ножки Вот так вот Говорят, все, вы свободны Я это шампанское бруса пил Я пытался прийти в себя Чтобы почувствовать торжественность этого мероприятия В какой-то момент объявляют В общем, я выхожу на сцену Плохо помню этот момент Но помню, что поблагодарил маму В общем, родителей, всех друзей Все такое И господин Сисковиц подходит ко мне там за спиной Дарит, знаете, какой-то там статуэт Или что-то еще такое И все, я ухожу Это все было как в тумане А что я чувствовал по-то, что вообще ничего У меня, знаешь, дома Это я для детей прям сделал У меня такая полка И там вот эти вот все Какие-то статуэтки Какие-то грамоты Вот это все Вот оно все стоит там Такое красиво Для поколений в следующем А мне это вообще не имеет Это на мою скорость Это не влияет Воспроизведение Скажи, ну это была Какая-то мотивация И делать еще лучше Это вообще Я тебе еще раз говорю Это не было ничем У меня до того Как я получил Премию Человек-года У меня были Самые главные Два премии В моей жизни Которые я получил Через два года Как я стал Профессиональным диджеем В 97-м году Я получил Золотой птюш В 98-м году Я получил Золотой птюш Все Это было Ну это было всем Что и можно было Только на то время Можно было Только хотеть И все Все остальное Уже было неважно Потому что все остальное Это было Это касалось Только селебрити Что будет Женью Вообще Я сам подумаю Журнал Хорошо Отлично Слушай Ты участвовал Почти во всех Казантипах Можешь сказать Самый лучший Твой Казантип Нет Нет Не могу А ты был На реакторе Когда он Был Конечно Я залезал на этот кран Который должен был поставить крышу На реактор Мы там тусовались На реакторе был Да Ну это реактор И поповка С 97 по 2000 Потом два года Я пропустил 2000 и 2001 И 2002 по 15 Все года я был Слушай Вот у тебя Интервью 2020 года Было 3S от Сергея Санчеза Это спорт, секс и сон У тебя до сих пор как? Спорт, секс и сон? Да Конечно Отлично Ничего не поменялось? Ничего не поменялось Спорт, секс и сон Да Самый лучший И ты до сих пор Человек-четверг Первый день Да Это я Интересно Подожди У меня сын родился Четверг А вот Подгадал? Нет Я не подгадывал Это он Это он Так просто хотел Поэтому Я считаю Я все делаю Четверг Даже сын Родил Четверг Как ты видишь Дальнейшее развитие Хаос-музыки? Куда придет? Хаос-музыка Она все время Ходит по кругу Поэтому То, куда она придет Можно Посмотреть Как это все выглядит Как это выглядело Тогда Как выглядели Сейчас Слушай Я не очень Хорошая стратегия Того Что будет Потому что А музыка Сама меняется? Она становится Более Прозрачной Она становится Более цифровой Она становится Более Предсказуемой Очень мало Потому что Очень мало музыки Которая Заставляет Твои волосочки На руках Вставать Меньше и меньше Но Музыка Ее нельзя 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 Терять Из вида То, что Тебе больше всего Нравится В ней Потому что Она Если ты ей предан То она Тебе всегда Своим Этим Дискоболом Или просто Маленьким Зерком Знаешь Просто Пустит Сайджик Обратно Всегда Потому что Ты получишь Эту Вратную связь С ней И это Самое сильное Самое сильное Вчера Самое сильное Вчера Которое У меня ничего Кроме музыки В жизни нет Вообще Я ничему Так не обязан И я ничему Так не служу К этой музыке И она Всегда меня Бережет И я всегда В безопасности Уже очень Очень много лет А не боишься Перегореть? Перегореть? Да Перегореть Чтобы встать От всего этого А как ты думаешь Я за 30 лет Что я этим занимаюсь Я вообще Боялся Когда-нибудь Таких вещей Нет Я думаю Что нет Но случаи Бывали Таких Другими Людей Ну Я Из тех Диджеев Которые Тебе Любой Диджей Который В этой Области Находится Так же Долго Как я Он скажет Что Нет примера Тому Насколько Ровно Я это делаю И насколько Я Я На самом деле Мне Очень много Сил Приходится Прилагать Для того Чтобы Быть Адекватным Это Самое Сложное Понимать Что Происходит Вообще Потому что Восприятие Мультики Чувствовать Чувствительность Со временем Особенно Как у меня Я приближаюсь К 50 годам И в этом году Будет 48 Чувствительность Восприятия Всех Невидимых Таких Сфер И вообще Всего Такого Она Как выкладывает И многие люди Становятся Цикличными Они становятся Предсказуемыми И они Перестают Удивлять Самих Себя В моем Случа Это Совершенно Иначе Я Сам Смотрю На то Что я Делаю Я Удивляю Тому Что Это Происходит Я На самом Деле Иногда Не верю Что Мои Руки Делают То Что Я Делаю Я Просто Наблюдаю Я Как Оператор Такой Оператор Невидимого Я Просто Радуюсь Точно Так же Как Радуюсь Иллюзии Где Происходит До сих пор Поэтому Это Не Перестанет Происходить Никогда Потому Это Я Очень Люблю Я Этому Предан На Держал Пожелания И Напутствия Для Молодых Артистов Которые Пишут Хаос Музыку Которые Сводят Хаос Музыку Что Ты Им Пожелаешь Да Я Ничего Не Пожелаю Вообще Просто Хорошо Ешьте Хорошо Пейте Будьте Здоровые Любимые Богатые Ничего Я Не Пожелаю Да Они Такие Чем Что Им Желать Я Не Знать Не Знаю Вообще Чем Желать Ну Правда То Я Со Все Любой К Публике И Ко Всем Людям Но Любые Мои Слова Они Будут Которые Которые Будут Являться Ответом На Твой Вопрос Они Будут Настолько Казенными Что Я Даже Не Хочу Их Произносить Поэтому Просто Друзья Постарайтесь Быть Самими Собой И Все Постарайтесь Найти Свою Миссию Найти Самих Себя И Быть Дружить Собой И С Миром Спасибо Тебе За Большое Интервью Спасибо Тебе Дороги Спасибо Я делаю Паш Это Блок Спик Паш Паш Паш